Славянская мифология Славянская мифология как-то из самого подсознания начала всплывать во мне, потому что я вспоминаю детство, я рисовал с детства вот эти образы богов, образы витязи, откуда они приходили, не знаю, но почему-то вот по какому-то наитию тянуло меня вот изображать таких красивых богатырей, прекрасных дам в царских одеждах. А потом уже как-то вот начал читать сказки уже, когда уж пошел в школу, выучился читать, я за поем читал книги и очень любил по русскому фольклору, по русским сказкам, блинам. Все это, наверное, вот как-то уже оно помогло, обострило. И вот с этого момента мне уже, вот я свои школьные тетради вспоминаю, я там все время изображал богатырей, витязи, богинь. Так что вот это как-то вот так вот оно само собой пришло. Наверное, где-то изнутри вот это вот все идет. Даже вот в училище я делал диплом на тему исторического. Историческая тема была «Пересвет на поле Куликовым». Откуда он тоже всплыл, этот образ? Ну вот, поэтому где-то опять же я потихонечку как-то подсознательно, не то что уж вполне осознанно. Но когда я стал делать диплом, меня почему-то вот тянуло на эти вещи. Потом уже позже, конечно, я чисто сознательно, когда столкнулся с тем фактом, что при такой богатой истории, при таком богатом фольклоре, к сожалению, очень мало картин написано русскими художниками на русскую тему. Вот, и я стал уже сознательно уделять основную часть своего творчества вот именно русской мифологии, русской истории, русской культуре. С самого детства у меня отпечатался Васнецов, его работы. Я помню, с каким наслаждением, будучи там четырехлетним ребенком, я смотрел вот эти картинки его. К тому, как-то все это хорошо тогда, это можно было и доступно все. Помню, приходил к отцу на работу, тоже он работал в клубе, на таком знаме труда. Вот там на стенах тоже висели вот эти картины русских передвижников, русских, ну, в том числе и Васнецова, и Рябушкина, и Сурикова. Все это, наверное, как-то откладывалось. Тогда это же все работало. И в школе тоже на стенах висели опять картины классиков. Все это влияло на сознание, на подсознание. В итоге я как-то все больше и больше проникался этой темой. Иван Царевич на сером волке, ковер самолет Васнецов, вот это вот спящая царевна, бабьяга. Все это вот, я говорю, это в моем сознании осталось настолько, хотя это было давно, но до сих пор, наверное, это как-то тоже сыграло свою роль. И Васнецов остается для меня как-то вот самым таким выдающимся. Я не говорю, что он, может быть, самый великий, но вот он на меня повлиял очень сильно. И до сих пор я как-то восхищаюсь, преклоняюсь. Когда приезжаю в Москву, стараюсь все-таки сходить в дом-музей и поклониться его памяти. Хорошо, что есть такой музей Васнецов. Ну, недавно вот я проиллюстрировал книжку в Тамбове, вот, «Земля Тамбовская», былиные легенды и предания, вот, собранные на Тамбовской земле. Ну, вот, славянская чистая тематика, там, все это. Ну, уникальная, я считаю, работа. Не в плане, там, что она очень выдающая, а вот очень интересно было, вот, как раз поднимать материал, там, с 18-го и вглубь идущие события. И все это, ну, это как-то мне знакомо, близко, дорого, поэтому довольствие большое доставил тоже. Я стараюсь, в общем-то, придерживаться таких документальных фактов и в одежде, и в архитектуре, и в стиле жизни как-то. Вот, изучаешься, да, этот материал, пытаешься проникнуться, вжиться. И, кстати, это лучше даже помогает почувствовать, вот, чисто славянскую культуру, потому что, чтобы вот не было путанности, потому что нередко, вот так я наблюдаю по картинам, и по работам, что путают. Вроде она старина и старина, но одно дело Эллада античная, другое дело Восток, там, Германия, там. А славяне, у них свой стиль жизни, стиль одежды, стиль быта, в общем-то. Поэтому и все познается в сравнении. К сожалению, до нас мало дошло и со славянского прошлого, как этнографии, так и строений всяких, потому что в основном дерево преобладало, а не камень. Вот в этом плане антике больше повезло, то все-таки камень и остался. А у нас, тем более, все это, если учесть, что как-то это не воспринималось официально, с принятием христианства, все это, в общем-то, порушено. К сожалению. И приходится восстанавливать все вот эти орнаменты, все стили архитектурные как-то уже по тем маленьким долькам, которые дошли до нас. Ну, мне вот повезло, я как-то в свое время обратил внимание на археологию СССР, выходила такая книжка, и вот там чисто документально все это очень дотошно, пусть не так много, но главное, собственно, уловить смысл направления вот этого. А потом уже дальше дело фантазии идет, и воображение, и подсознание здесь как-то. Ну, и вот я еще говорю, почему хорошо помогает вот это вот сравнение, потому что я знаю, что восточная, значит, это такая была стилистика. Здесь у славян не может присутствовать. В Греции другая Эллада была там. Все это вот суммируется в итоге. Не на все 100%, я не говорю это, но тем не менее я стремлюсь, чтобы как-то хоть более-менее восстановить тот образ Руси, которую, к сожалению, почти на 90% с хвостиком утрачено. Хотелось бы, чтобы люди видели, понимали, проникались той красотой, тем миром, в котором жили славяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова